Пинкот 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 Ох уж эти папочки-хоробочки Все никак не дойдут руки Барахло разобрать Вот сейчас возьму и все повыкидываю А это что за книга? Она же, наверное, очень старая А, память о моей прабабушке Она была довольно увлеченной натурой Постоянно твердила мне про конец света И утверждала, что я должна стать спасительницей мира Ох, готовила меня к великим свершениям Пока другие девочки играли в куклы Ох, я сдавала спортивные нормативы Ну, мир я не спасла Зато спортивная форма Ого-го Конец света Спасительницы мира Ничего не понимаю Прабабушка говорила Все в этой книге Горящие облака Магнитное поле Инверсия Пчелы Сумасшедший дом какой-то Еще Так, так На меня, на меня Так, так Левее Я говорю прямо На меня, на меня Стоп, стоп, стоп По феншуй Твоя кровать Должна стоять на севере Это не север Север там Всем привет А вы случайно не знаете, что такое магнитное поле? Все мы хоть раз в жизни видели самые обычные магниты Не видели? Посмотрите на свой холодильник Каждый магнит имеет два полюса Северный и южный Одноименные полюса магнитов отталкиваются А разноименные притягиваются Так происходит из-за того, что любой магнит обладает силой притяжения Или, правильнее выражаясь, магнитным полем Оказалось, что наша Земля тоже является большим магнитом И, как у всех уважающих себя магнитов, у нее есть собственное магнитное поле Мы не можем почувствовать это поле Ведь мы не железные Не, вообще не чувствую Но если подвесить легкий магнит Он отреагирует на магнит Землю И повернется своим северным полюсом И южному полюсу земного магнита Он находится где-то в Арктике Именно так и работают компасы Древнейшие устройства, благодаря которым мы научились определять направление по магнитному полю Земли Как же Земля стала магнитом? Тут стоит копнуть поглубже Примерно на три тысячи километров Именно на такой глубине находится ядро нашей планеты В состав которого входит железо Со времени появления нашей планеты ядро вращалось вместе с Землей и стало самым настоящим магнитом Но ведь ничего страшного не случится, если магнитное поле вдруг пропадет Мы же его даже не чувствуем А компасами этими уже все равно никто не пользуется Глядите-ка, что мои пчелы учудили Это они вместо сот слепили В каждом улье теперь такое свободное творчество Лесные мыши могут ориентироваться в лесу по направлению магнитного поля Используют магнитное поле и перелетные птицы Оно помогает им сориентироваться во время долгих полетов Еще большей чувствительностью к магнитному полю обладают пчелы Пчеловоды знают, что пчелы ориентируют соты в соответствии с магнитным полем нашей планеты Кроме того, весь рабочий график пчел расписан буквально по минутам В соответствии с 24-часовым периодом ежедневного изменения магнитного поля Земли Но если изменить магнитное поле в улье, вся работа тут же сбивается И собьются звери и птицы с пути И пчелы разучатся строить Только я не понимаю, при чем здесь магнитное поле? Эээ, позвольте-ка поинтересоваться Так Феноменально Нас спасет только чудо Нет, нет, еще раз нет Больше никому не удастся навязать мне эту ерунду Я вам не маленькая девочка, чтобы верить в росказни про спасение мира Поймите, не маленькая вы наша девочка Мир на грани катастрофы Магнитное поле Земли исчезает Прабабушка знает про этот беда Она знает, как все починить Но я совсем ничегошеньки не помню, что она мне там рассказывала Хотя, погодите Что-то она говорила про поход на Северный полюс Очень на нее похоже Готовит совенка к путешествию в Арктику Смотрите Вот что означает пылающее небо Еще одна примета сбылась Это есть северные сияния В этих местах его никогда не бывает Магнитное поле стать совсем слабой А что будет, когда магнитного поля совсем не останется? Многие звери и птицы потеряют ориентиры Но гораздо страшнее вот это Дело в том, что Земля находится под постоянным воздействием солнечного ветра Потока заряженных частиц, вылетающих из нашего неспокойного солнца Эти частицы несутся на нашу планету со скоростью около двух миллионов километров в час Если бы у нашей планеты не было магнитного поля Частицы проникали бы в клетки живых организмов Вызывая смертельные заболевания и мутации К счастью, этого не происходит Магнитное поле срабатывает как щит Оно отклоняет частицы солнечного ветра И они просто облетают Землю Лишь малая их часть влетает в нашу атмосферу Вблизи северного и южного полюсов Сталкиваясь с частицами атмосферы Солнечный ветер вызывает их свечение Этот эффект называется северным сиянием Уж полдня над этой Арктикой крутимся А чего мы ищем-то, а? Да уж, прабабушка могла бы оставить инструкции и поточнее Смотрите! Субтитры создавал DimaTorzok Северное Братство приветствует хранительницу Здорово, братья! Следуйте за нами Мы ждали ваш приход Все приметы говорят, что конец близок А что от меня требуется? Прабабушка не успела посвятить меня во все тонкости? Ваша прабабушка принадлежала к древнему роду хранителей Их знания были огромны Они знали, что один раз за несколько десятков тысяч лет Магнитные полюса Земли меняются местами Да-да, этот процесс называется инверсия Именно во время инверсии магнитное поле исчезает и все живое гибнет Но предугадать ее начало невозможно Для хранителей не было ничего невозможного Но только вы можете запустить великий северный магнит Оставленный хранителями для спасения потомков от солнечного ветра Наше братство оберегало его все это время Это же огромный электромагнит Никогда не видел ничего подобного Его электромагнитное поле сможет защитить от солнечного ветра всю планету Мы готовы поддерживать его работу, пока смена полюсов не закончится Только, кажется, он не действовал Устройство хранителя не могло сломаться Что-то случилось у Южного братства У Южного? Теперь все ясно Сначала нужно было запустить великий южный магнит Торопитесь! Магнитное поле Земли слабеет с каждым часом Мой фон! Приборы не работают! Я ничего не видеть! Мы застрять надолго Некогда ждать! Зря, что ли, меня готовила прабабушка Южный братство Приветствует хранительница! Далеко же вы забрались, ребята? Раем подождусь, ребята! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА